Это программа «День с толком» в студии Мария Мацаева. Здравствуйте! О главных новостях узнаем прямо сейчас. Смотрите в этом выпуске. Новый корпус больницы скорой помощи и реконструкция туб-диспансера. Первые итоги визита главы Минздрава в Барнаул. Каких высокопоставленных гостей еще ожидать в регионе? В Алтайском крае приняли долгосрочный план по лечению гепатита. Какие изменения ждут пациентов? Барнаул – музыкальная столица Сибири. Больше 30 групп и 3 тысячи зрителей. Как прошел масштабный фестиваль «Сибиризация». Сразу несколько высокопоставленных чиновников посетят Алтай в ближайшее время. Так, визит премьер-министра Михаила Мишустина ожидается уже на этой неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства России. Республику Алтай Мишустин посетит в среду, 26 июля. В Горном он проведет совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в стране. По нашей информации, участие в этом заседании примет и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Напомним, прошлым летом Михаил Мишустин также обсуждал вопросы туризма во время рабочей поездки в Республику Алтай. Кроме того, изданию «Толк» стало известно о том, что в начале августа в Алтайский край приедет министр экономического развития России Максим Решетников. Он посетит крупные инвестиционные площадки края, а также проведет совещание по развитию туристического потенциала региона. И к другим новостям. Федеральный Минздрав поможет Алтайскому краю построить новый корпус больницы скорой помощи, завершить реконструкцию туб-диспансера и построить новый корпус онкодиспансера. Таковы итоги визита главы Минздрава Михаила Мурашко в Барнаул. Подробнее о рабочей поездке министра расскажем в следующем сюжете. Это учреждение работает на всю Сибирь и Дальний Восток. За 11 лет здесь прошли лечение почти 80 тысяч пациентов из разных регионов. В Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования за год проводят около 9 тысяч высокотехнологичных операций на суставах конечностей и позвоночнике. Накануне центр посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Главе Минздрава показали новые операционные, оборудованные на федеральные средства, а также протестировали уникальную технологию операции с помощью роботов. Ее собираются внедрять на постоянной основе. Это возможность прогнозирования и точность установки конструкции. И следующее, там же огромная база данных. И робот, когда ты загружаешь и говоришь все данные по пациенту, я хотел бы установить такую-то конструкцию. Они говорят, по опыту, там не надо ставить эту конструкцию, потому что там остеопороз и все остальное. И тогда переходим на другие конструкции. Михаил Мурашко оценил, как в Алтайском крае реализуют нацпроекты за счет средств федерального бюджета. Так Виктор Томенко привлек около 9 миллиардов рублей на здравоохранение Алтайского края. Деньги были направлены на строительство и ремонт поликлиник, например, на строительство поликлиники номер 14 в Барнауле. Также деньги были выделены на строительство хирургического комплекса Центра охраны материнства и детства. Сочетание модернизации системы здравоохранения кадровой, обеспечения повышения квалификации медицинского персонала. Плюс сегодня мы готовим к открытию поликлинику в городе Барнауле, в таком высоко населенном районе. Больше 110 тысяч человек проживает. Плюс информатизация. Все это в конечном итоге и включает в себя модернизацию. Не только купили какое-то оборудование или покрасили стены, а именно от А до Я полный цикл должен быть отработан. Также на встрече министр здравоохранения и губернатор обсудили проблему кадрового дефицита в медицине Алтайского края. Задача ставится такая, чтобы дефицит и врачей, и средних медицинских работников нам постепенно преодолевать. Понятно, что быстро это не будет, но силы и возможности нашего государственного медицинского университета, наших учреждений среднего профессионального образования в сфере здравоохранения, я думаю, что поэтапно нам позволят эту сложную ситуацию преодолевать. Важным итогом визита Мурашко станут крупные медицинские проекты, которые будут реализованы в Алтайском крае. Так Виктор Томенко обсудил с министром необходимость строительства нового корпуса больницы скорой помощи. Также в Новоалтайске наконец-то завершат реконструкцию тубдиспансера. И еще одним итогом встречи станет строительство нового корпуса онкодиспансера. Михаил Мурашко пообещал включить эти объекты в федеральные инвестиционные программы. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. В крае сегодня стартовала неделя борьбы с заболеваниями печени. На протяжении 7 дней специалисты особое внимание будут уделять профилактике и лечению гепатита С – коварного и довольно непредсказуемого заболевания, которое в нашем регионе ежегодно регистрируют в среднем у 50 новых пациентов. В группе риска не только неблагополучные слои населения, но и люди, ведущие здоровый образ жизни. Для информирования людей об этом заболевании и его диагностике в регионе приняли даже долгосрочный план по лечению хронического вирусного гепатита. Рассчитан он до 2030 года. Так, с 2023 года медорганизации края должны перейти на новые тарифы оплаты медпомощи пациентам с гепатитом за счет средств ОМС. Для учета больных сформируют единый регистр. Это поможет оценивать объем выделяемых затрат и лекарств. Работу направят не только на лечение, но и профилактику распространения вируса, информирование населения об этом заболевании и возможность ранней диагностики. Так, по региону уже курсируют тест-мобили, где помимо ВИЧ-тестирования можно провериться и на гепатит С. Также план предусматривает доп. образования медикам, которые работают с пациентами, у которых выявлен гепатит. Доведение достоверной, правильной, спокойной, не пугающей, соответствующей действительности информации о том, что это за болезнь, как она протекает, ну и, соответственно, варианты ее профилактики. Второе – это повышение доступности к противовирусной терапии, а перед этим комплексное обследование, расширение возможностей обследования в рамках УМС, формирование определенных тарифов для комплексного обследования. Подробнее о специфике заболевания и о том, какую помощь в нашем регионе могут получить пациенты с гепатитом, смотрите в подробном интервью. Оно размещено на сайте Толк Ньюс. И к другим темам. Биотехнологи, разработчики фармпрепаратов, молекулярные генетики. Лишь малая часть современных профессий, которым обучают в Алтайском государственном университете. Один из ведущих вузов региона приглашает абитуриентов получить востребованную специальность. Более 400 бюджетных мест по направлениям химии и биологии, повышенные стипендии, практика в научных лабораториях и помощь в трудоустройстве. Подробности далее. Институт биологии и биотехнологии АГУ единственный в регионе, кто выпускает биологов. Здесь они получают знания молекулярной генетики, ботаники, биохимии. Спрос на таких специалистов высок в научно-исследовательских организациях и на ведущих предприятиях края. Для начинающих ученых АГУ подготовил 120 бюджетных мест. Мы очень заинтересованы в наших абитуриентах. Мы оказываем им поддержку, в том числе материальную, то есть предусмотрены повышенные стипендии у абитуриентов, которые к нам поступают. Если у них больше 200 баллов, то стипендия у них от 5 до 11 тысяч. В Институте химии и химико-фармацевтических технологий отведено больше 200 бюджетных мест. Специалисты этого звена нужны на производстве лекарств в научных и медицинских учреждениях. На базе университета открыто рекордное для края число лабораторий, где студенты проводят исследования на уникальном оборудовании. Это сверхкритический флюидный хроматограф, например, такого в принципе в России несколько штук. Установки для элементного анализа оборудован эколого-химический центр. Но главное, ВУЗ сотрудничает с ведущими работодателями региона, которые готовы трудоустроить выпускников. Подать документы в АКУ можно очно, по почте, на сайте ВУЗа или Госуслуг. Телефон для консультации вы видите на экране. Приходите за знаниями и поступайте правильно. А теперь о главном культурном событии – края последней недели. В минувшие выходные в Сростках завершились юбилейные шукшинские дни на Алтае. Они собрали больше двух тысяч гостей со всей России. Среди участников – десятки известных отечественных актеров, режиссеров и писателей. Главную кинонаграду шукшинского фестиваля по традиции вручили на горе Пикет. Подробнее о ходе и атмосфере 25-го шукшинского фестиваля расскажет наш корреспондент Дмитрий Дроздов. Отсюда вся Россия видна. Именно так говорил Василий Макарович Шукшин. Это гора Пикет. И здесь сегодня вся Россия. Участники фестиваля приехали от Москвы, Ханты-Мансийска, Омска, Кемеровской области, Белгорода. Сегодня в Сростках подходят к концу шукшинские дни на Алтае. Несмотря на пасмурную погоду, гости фестиваля начали собираться задолго до его начала. На входе их ждала всероссийская выставка-ярмарка «Чудики», где свои работы представляли народные мастера. Полюбоваться, а кому особенно понравилось приобрести, можно было плетеные тапочки, артельные куклы и музыкальные инструменты. К примеру, преодолев 4000 километров, Анжела Каменева привезла на Алтае коллекцию белгородской керамики. Девушка создает амулеты, статуэтки и мини-картины. Особенность именно в покрытии. Кстати, она очень созвучна Алтайскому краю, потому что я немножко посмотрела Алтайский край и видела, какие удивительные камни вокруг реки Катуни, какие красивые горы у вас. И вот специально с этим намерением создавала эту удивительную керамику. А не так давно девушка познакомилась и с творчеством Василия Шукшина и влюбилась в него. Сейчас, опять же, нет этого человека, но благодаря ему этот край, эта земля известна и притягивает такое большое количество людей. Если события в мире, все пространство хочет разъединить людей, то как раз фестивали и вот такие праздники – это самое лучшее, то, что может соединить людей. А вот Надежда Черкасова приехала к нам из Тульской области и привезла артельные куклы. Их в 20-е и 30-е годы прошлого столетия по заказу для экспорта изготавливали разные ремесленные объединения. Сейчас же многие коллекционеры и создатели кукол возрождают традицию их создания, но уже для российского покупателя. Очень хорошие люди здесь, замечательные. Я была в Барнауле и Бийске. Хорошие города, тихие, спокойные. И вот очень люди хорошие. Может, нам переедете? Нет, Тулы мне нравятся. Ну, о любви к Алтае говорили все без исключения звездные участники фестиваля, в том числе и дочь Василия Шукшина – Екатерина. С ее участием, а также московскими и зарубежными специалистами, преподавателями Бийского педуниверситета прошел круглый стол, посвященный творчеству алтайского писателя, подобного которому прежде не было. И еще одна особенность фестиваля – участие в нем непрофильных высокопоставленных лиц. В частности, на пикет вместе с губернатором края Виктором Томенко прибыл и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, он всегда мечтал попасть в сростки. А тут как раз рабочий визит совпал с фестивалем. С положительной стороны удивили его и местные жители. Я сегодня, кстати, мой любимый рассказ срезал. Я сегодня в практике это почувствовал. Мы подошли сфотографироваться с группой молодых людей и сфотографировались с ними в национальных костюмах. Я представился, говорю, меня зовут Михаил, в ответ молодой человек, лет 16, мне сказал, меня зовут Кирилл Олегович. Срезал вообще на 100%. Поэтому атмосфера та, что нужно, великолепная. А Виктор Томенко посетил ярмарку «Чудики» и выставку в музее-заповеднике имени Шукшина. Это целый комплекс мероприятий, которые в течение пяти дней еле-еле умещаются в обычное время суток, чтобы их провести больше 60 разных мероприятий. Встречи с литераторами, мастер-классы, лаборатории музейные, знакомство с работами народных мастеров, просмотры фильмов. В этом году и в том числе деловая программа была очень интересная. А на горе пикет. Кульминация фестиваля и награждение авторов лучших фильмов 25-го Шукшинского кинофестиваля. Всего на конкурс было представлено 42 картины, в том числе полнометражные, короткометражные и документальные. Гран-при фестиваля удостоена лента якутского режиссера Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана». Фильм погружает в реальные события прошлого века, экспедицию по Якутии и удивительную дружбу этнографа Ивана Попова и местного крестьянина. По мнению жюри, картина берет за душу, да так сильно, как в произведениях Шукшина. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. В эти выходные Барнаул превратился в музыкальную столицу Сибири. На территории спички проходил масштабный фестиваль «Сибиризация», в котором участвовали музыкальные группы из Барнаула, Бийска, Заринска, Целиного района, а также Томска, Омска, Новосибирска и Кемерово. Два дня феста, больше 30 групп и 3000 зрителей, часть из которых осталась в шоке. В каком и почему, расскажем далее. Выступать в начале всегда сложно, но раритет раскачал толпу с первых же песен. Раскаты рока над бывшим сереброплавильным заводом. Такого спичка еще не видела. На два дня она стала площадкой музыкального фестиваля «Сибиризация». В Барнаул, Бийск, Заринск, Целинное, а также Новосибирск, Омск, Томск и Кемерово. Больше 30 групп на двух сценах, без музыкальных и возрастных ограничений. С мужем. Он там танцует. Раду в 97-м я была непосредственно в этой тусовке, поэтому сейчас с детьми пришли. Рок-фестиваль – это всегда классно. И мне кажется, даже детям на этом фестивале весело. Аудитория разная. Они все для себя находят что-то свое. Кто-то группу послушает, а кто-то придет просто там шашлыка поесть, например. Почему нет? Можно же просто посидеть и посмотреть на это все, как все происходит. «Сибиризация» – молодой фестиваль. В первый раз он прошел в 2019-м в Тайгете Гуна. Продолжить традицию помешала пандемия, и вот в 2023-м фест возродили уже в Барнауле. Гостям постарше эта тусовка напомнила барнаульские клубы 2010-х. Публика вообще огонь, все живые. И это, все прошло. Молодежь особенно дали жару сцены, поляну стоптали хорошо. Я думала, это ваши фанаты, нет? Мы тоже. Ну теперь да. Рок, поп-панк, ска-панк, хардкор, гранж, поп-кранч – калейдоскоп жанров для любителей музыки, иногда с элементами перформанса. Так всем запомнилась группа Лена Заринская. Таких, ну, смелых, я бы сказал, фестивалей не было. И я очень рад, что Алтайский край становится с каждым годом продвинутей и в плане музыки, и в плане ее разнообразия, ну и толерантности музыкальной. Мы играли раньше только исключительно на андеграундных фестивалях. Много народу, должно быть хороший звук, ну и, собственно, ну и погода хорошая. В какой-то момент погода подвела. Субботний ливень изменил работу одной из площадок, но этих зрителей было не распугать. Я была на фестивале «Шевели поршнями» в Залесовском районе, в Бердск, в Devil's Party. Сейчас планируем на Мэри Рэйв в Новотырышкино. Для меня вообще рок-музыка и, в принципе, все концерты, рок-музыканты и фестивали – это моя жизнь и способ выплеснуть свои эмоции, получить адреналин и оторваться от насущных проблем. Я профессиональная певица, опереты, поэтому я в храме пою, но мне эта музыка нравится. И послушать ее мог любой желающий. Билеты по символической цене нужно было покупать лишь на хедлайнеров фестиваля – Томскую и две барнаульские группы. За два дня «Спичку» посетило почти три тысячи человек, но, несмотря на усилия организаторов, фестиваль не смог себя окупить. Поэтому гости и участники надеются, что в следующем году мероприятие получит большую спонсорскую поддержку и выйдет на новый уровень проведения, чтобы сибиризация звучала каждое лето. Большой город Барнаул. Сибиризация – невероятный проект. Спасибо. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, Анастасия Бертенева. День с толком. Чуть больше месяца осталось до празднования дня рождения Барнаула. Напомним, 293 года с момента образования города отметят 2 сентября. Сейчас власти краевой столицы дорабатывают программу торжественных мероприятий. А в преддверии праздника наша съемочная группа решила прогуляться по Барнаульскому Арбату, чтобы узнать мнение гостей и жителей краевой столицы о том, какие сейчас они наблюдают преобразования в городе и каких изменений ждут. Как преобразился город за последние годы? Это достаточно сильная и в лучшую сторону. Городское пространство появилось, где можно провести время. Здесь изумрудный парк. В принципе, город разрастается. С Новосибирска приезжаю в город Барнаул. С каждым годом Барнаул все краше и краше становится. А по Молотобольской периодически гуляете? Да. Задумка очень интересная на самом деле. Что есть и кафе, и можно с детьми погулять, и на велосипедах там покататься. Мечтаете для города о чем? Ну, чтобы он только становился лучше, красивее. А вы? То же самое присоединяюсь к этим же словам. Лучше, краше, конечно. Все радостнее. Ну, тут часто очень праздники нам нравятся, мы участвуем. Очень вот красиво тут так сделали, часто гуляем. Как изменился город за последнее время, на ваш взгляд? Ну, за день, за два. За два дня? За два дня. Очень положительно. Погода стала лучше, дождей нет. А если за пять лет? Ну вот, Молотобольская тоже сделали, кстати, вот за не знаю сколько лет. Парк изумрудный тоже реконструируют вроде, там тоже неплохо, недавно был. Юбилейный парк, тоже погулять можно, хороший. А какие еще изменения хотите для города? Ну вот, больше парков, наверное, больше как-то восстанавливать. Вот речной вокзал, что-нибудь там еще новое сделать. Ну что, больше места было для людей. На выставку любуюсь. Хочется на Камчатку попасть. Мороженое кушаю. Все замечательно, все прекрасно. А что, в Барнауле хуже, чем на Камчатке? Нет. Лучше, но хочется, видите, вот выставка. Это же прекрасно сидишь, кушаешь мороженое, смотришь на вулканы. И хочется вот съездить и вернуться в Барнаул. О чем я мечтаю? Это, чтобы мои все дети сюда приехали, жили здесь. Потому что город, да, хороший для жизни. Это хороший и климат, и все здесь. Продукция хорошая выпускается, вкусно. А на этом у меня все новости уходящего дня. Неизменно для ваших предложений телефон нашей редакции 205-545. А через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Всем хорошей недели и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok